Я покажу, как собрать простой электрошокер из фотоаппарата. Для этого нам потребуется любой фотоаппарат, главное, чтобы в нем работала вспышка. Вначале нужно аккуратно его разобрать. И находим внутри большой конденсатор. Не забываем его разрядить, отверточкой замкнув два вывода. А-а-а! Громко бахает, аж в ушах звенит. После к нему нужно припаять боевой конденсатор большой емкости, который я снял из телевизора на 330 микрофарад. Припаиваю плюс к плюсу, минус к минусу. С помощью тоненьких проводочков. На конденсатор припаиваем две иглы, которые будут выполнять роль электродов. После этого аккуратно собираем все назад, а конденсатор крепим сверху на корпусе. Закрепляем конденсатор с помощью термоклея. Президент у нас получается такой себе вот электрошокер. Включается он кнопкой открытия объектива. И тут же начинает заряжаться конденсатор. Ну что, проверим? Разряд получается настолько громким, что можно травмировать слух. Поэтому я лучше одену наушники. Схема фотоаппарата повышает напряжение из двух пальчиковых батареек до 300 вольт. А боевой конденсатор повышает силу тока настолько, что лампочка на 220 вольт горит очень ярко. Такой шокер, в отличие от заводского, имеет меньшее напряжение, но значительно больший ток. Это значит, что он не пробьет через плотную одежду. Если, конечно, не проколоть ее иглами. Я бы не рекомендовал разряжать его в тело, так как это очень больно. К тому же остаются ожоги. Для самообороны обычно достаточно холостого разряда. Звук настолько оглушительно громкий, что вызывает немалый испуг. Также можно эффективно отпугивать собак. Какие ты знаешь самоделки из старой электроники? Пиши в комментариях. Но в одном из следующих роликов я покажу скрытые возможности электрошокера. Подпишись, чтоб не пропустить. Продолжение следует...